Друзья, всем привет! Компания Google в прошлом году представила для нас с вами свои смартфоны серии Pixel 6. Смартфоны, как всегда, получились в принципе отличными. Ценятся они, конечно же, в первую очередь голой операционной системой Android. Но с недавних времен там теперь и собственный процессор Google Tensor. И вот на днях появилась инсайдерская информация, что компания готовит уже в этом году некое продолжение линейки и готовит к выходу смартфоны под неймингом Google Pixel 6a. И я, собственно говоря, здесь сегодня для того, чтобы вам немножечко рассказать о грядущей новинке Google Pixel 6a. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получит AMOLED дисплей на 6,2 дюйма с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 пикселей и с частотой обновления в 90 Гц. В сердце 6a будет собственный процессор от компании Google. Это Google Tensor, но пока что непонятно, какого поколения. Может быть, Google для вот этой серии придумает что-то новенькое, потому что модель более бюджетная. В прошлом году они выпустили флагманскую версию, в этом году продолжение, но уже такого среднебюджетного уровня. Поэтому процессор может быть как и от предыдущей прошлогодней модели, так и какое-то новое решение, но уже не флагманское, а также процессор Google Tensor, но среднего уровня. По оперативной памяти никакого выбора и компромисса. Здесь лишь один вариант, и он на 6 ГБ памяти. По внутренней памяти та же картина. Никаких компромиссов, один вариант на 128 ГБ памяти. На задней стороне смартфона будет располагаться блок камер, состоящий из трех модулей, основной из которых на 12 Мп. Это датчик от Sony IMX363. То есть, по сути, инсайдеры пока не распространяются, но уже сейчас понятно, что, скорее всего, все датчики перекочуют из флагманской прошлогодней модели вот в этот Pixel 6a. Что, в принципе говоря, не может не радовать, потому как в прошлогоднем флагмане более чем удачные датчики и фотографируют они на уровне. За автономность новинки будет отвечать батарейка на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Что интересно, в базе FCC зарегистрировано сразу 4 модификации Pixel 6a, но не ясно, чем они отличаются. На данный момент от инсайдеров в сети появились скриншоты тестов Geekbench смартфона Pixel 6a. В одноядерном тесте смартфон оказался слабее прошлогоднего флагмана Pixel 6, а вот в многоядерном тесте показатели немножко иные. Более доступный смартфон, который выйдет в этом году, набрал 2833 балла, в то время как полноценный флагманский смартфон прошлого года всего лишь 2758 баллов. А это подтверждает, что грядущая новинка 2022 года Pixel 6a среднего сегмента модель сопоставим по производительности с прошлогодним полноценным флагманским Pixel 6. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами готовит компания Google. По мне так интересная модель, если учитывать, что это модель среднего сегмента, но, судя по скринам из Geekbench, модель среднего сегмента на том же уровне по производительности, как и прошлогодняя абсолютно флагманская модель Google Pixel 6. Инсайдеры предполагают, что модель будет представлена уже вот-вот совсем скоро, 11-12 мая 2022 года. Что по ценам? По ценам инсайдеры предполагают, что новинка будет на уровне с iPhone SE третьего поколения. Вот такие вот новости, друзья. Вот такой вот смартфон от компании Google Pixel 6a. Что думаете вы по поводу грядущей новинки? Обязательно отпишите в комментарии к данному видео. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал в Telegram обязательно. Ну а я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!